Здравствуйте! На этот раз проект «Алжерус» отправляется в город Эль-Уэт. Он находится где-то в 600 километрах от столицы страны города Алжир. Территория данного отеля, который называется «La Gazelle d'Or», в переводе на русский «золотая газель», занимает 600 гектаров. Здесь есть все возможные условия для прекрасного отдыха, как минимум три бассейна, огромный спа-комплекс, есть виллы, где можно жить большим семьям или же крупной компанией друзей, есть отдельные палатки двухместные. Сейчас я вам все покажу, вы все увидите. И, кстати, имейте в виду, что из Парижа до города Эль-Уэт летает прямой рейс. Ну вот, за мной пример двухместной палатки. Здесь называется «Tente Nomade». Отель, конечно же,. недаром называется золотая газель вот за этим заборчиком сидят мама газель папа газель малыш газели может быть даже где-то есть еще другая семья в этом многоквартирном доме давайте проверим отель предоставляют услугу обеда в пальмовой рощи нас загрузили на джип вывезли по действительно зыбучим пескам куда-то в сахару и тут вдруг обнаружился оазис в форме палаток накрытых столов ковров и даже есть козочки с барашками которые можно потрогать такой получается контактный зоопарк в сахаре bonjour messieurs, bonjour, qu'est-ce qu'on mange dans le Sahara, s'il vous plaît, sur les palmiers? alors c'est un menu, c'est à préparer sur la braise, on commence d'abord à faire des salades crudités, mélange de salades composées, et ça suit des matabik, les matabik c'est des feuilles de souмур, farcées à une farce, quelle viande? la viande c'est différentes viandes, il y a les côtes d'agneau, il y a le foie, il y a les brochettes du bœuf, les brochettes du poulet sans oublier le dessert de la région, c'est le feroui et les dates de la région de l'Oie ça s'appelle matabik c'est pas? matabik c'est des pites traditionnelles если вдруг кто-то замерзает на более чем 30 градусной жаре в Сахаре, есть такой костерок, тут можно ручки погреть, ножки погреть, да, ну мало ли, действительно вдруг кому-то холодно, кто-то любит тепло, если вы слишком нагрелись около костра, то не представляете, в Сахаре можно также требовать дополнительную услугу вентилятор, можно обдувать, будет обдувать в песках, очень приятно, но и это еще не все, вот, тут есть еще и кондиционер для тех, кому не хватает вентилятора, а можно также кондиционер плюс вентилятор, и все это происходит в открытой палатке за бортом где-то плюс 35 градусов, конец апреля не знающий человек может подумать, что здесь вот в Сахаре сделали такой бассейн, чтобы после обеда устроить заплыв, ну или лучше всего до обеда, на самом же деле все не так это сделано для того, чтобы жарить здесь баран вот этот прекрасный белый джип привез нас на дюны, где находится потрясающий белый песок и вот такое развлечение, входят в программу, уууу, спеш-машину, любого туриста они привозят нас смотреть на закат, солнце, эта красота необыкновенная кроме двух местных палаток, которые уже мы видели, на территории отеля можно жить в вилле виллы есть на целую семью, например, запросто можно поместить, я думаю, человек восемь в огромной вилле трехкомнатной а есть другие виллы, где в каждой комнате живет по два человека и в каждом таком коттеджике на два человека есть прекрасная терраска, где можно сидеть и смотреть на то, какие тени отбрасывают финиковые пальмы на всей территории этих 600 гектаров очень интересная регулярная вилляционная система, растений много, вы видели, какие здесь прекрасные розы, очень много пальма и воду просто так не тратят, вокруг каждого растения, вот, например, как вокруг этой пальмы лежит шланг и мелкий фонтанчик обычно выбивается и поливает именно то место, которое находится рядом с деревом Никакой пятизвездочный отель в наше время, наверное, не обходится без спа и данный отель совершенно не является исключением здесь есть хабам, сауна, теплый бассейн с гидромассажем, конечно же, разного рода брикмахерские услуги здесь есть хабам, сауна, теплый бассейн с гидромассажем, сауна, теплый бассейн с гидромассажем Субтитры создавал DimaTorzok